Католическая церковь 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 Римом на праздники Андрея Первозванного и праздники апостола Петра и Павла. Он также начал диалог с древними православными церквями Востока, так называемыми древнеправославными. Было принято несколько совместных документов, которые касались области христологии, и папа вспоминает об этом, что касается христологического вопроса, то мы уже смогли вместе с патриархами некоторых из этих церквей признать нашу общую веру в Иисуса Христа, истинного Бога и истинного человека. То есть это доказывает ту теорию, что разделение между церквями этих первых веков с церквями, которые не приняли Халкидонского и Ефесского собора, лежало скорее в плоскости политики, но менее в видении самой личности Христа как истинного Бога и истинного человека. Не меньше внимания Иван Павел II уделял также диалогу с протестантскими церквями и церковными общинами. И было тоже подписано несколько совместных документов. Наиболее известный из них — это совместный документ «Совместная декларация в деле учения об оправдании между Римской католической церковью и Всемирной Лютеранской Федерацией». И эта декларация на самом деле является только таким первым шагом к нахождению взаимопонимания с протестантскими деноминациями в плоскости веры. 25 мая 1995 года вышла энциклика Ивана Павла II под названием «Утунум синт» «Да все будут едино», в которой говорится о том, какие достижения уже имеет католическая церковь в период после Второго Антиканского собора в плоскости экуминизма, какие диалоги начаты, что еще надо сделать, какие направления на будущее предпринять. В преамбуле к этому документу говорится, что вместе со всеми учениками Христа католическая церковь основывает на замысле Божьем свой экуминический долг собрать всех воедино. Здесь католическая церковь видит экуминизм как одну из первоочередных задач, которые стоят перед ней. Католическая церковь с надеждой берет на себя экуминический долг как императив христианской совести, которая просвещена верою и движима любовью. Эта энциклика достаточно большая по объему, и там затронуты очень много моментов, очень много элементов экуминического движения, где говорится, что экуминизм — это путь церкви, это интегральная часть миссии церкви, в котором есть первенство молитвы, в котором есть первенство общей работы в социальной сфере, в которой есть первенство внутреннего обращения как предварительного условия для того, чтобы брать участие в экуминическом движении. Мы должны подчеркнуть также, что эта энциклика направлена не только к верным чадам католической церкви, но ко всем христианам мира, и среди прочего в ней содержится призыв такого революционного значения, где Папа говорит о своем примате. Я зацитирую. «Как римскому епископу мне хорошо известно, и я вновь подтвердил это в настоящем окружном послании, что полное и видимое общение всех общин, в которых в силу их верности Богу обитает Святой Дух, присутствует пламенное желание Христа. И я убежден, что имею в связи с этим особую ответственность и прежде всего в том, чтобы констатировать экуминические стремления большинства христианской общин и внемля обращенному ко мне запросу найти ту форму осуществления примата, который никоим образом, не отказываясь от сущности своего назначения, был бы открыт для новой ситуации». То есть Папа в этом обращении просит всех христиан помочь ему найти такую форму примата, которая бы способствовала углублению общения между христианами и которая бы способствовала поиску единства между ними. Похоже, что эта энциклика направлена более в будущее, нежели в настоящие и направления, заданные в ней, будут еще актуальны на протяжении долгого и долгого времени. После Второго Ватиканского собора поднялась такая волна целой открытости на общении, на диалог с другими христианскими конфессиями. Было много энтузиазма в начале и многие богословы отошли немножко, не отошли, а пошли дальше учения Второго Ватиканского собора. И в 2000 году в Ватиканской конгрегации доктрины веры или конгрегации вероучения сошла необходимым вот эти некоторые документы, чтобы указать на эти моменты, в которых богословы пошли дальше учения Второго Ватиканского собора. Была бы дана, прежде всего, декларация достаточно нашумевшая в свое время под названием «Dominus Jesus», то есть «Господь Иисус». Конгрегация доктрины веры этим документом хотела напомнить о первоначальном значении некоторых терминов, некоторых понятий, о которых шла речь в документах Второго Ватиканского собора, особенно тех, которые касались вопросов экклазиологии. Прежде всего, если мы помним в Докметической Конституции о Церкви или Lumen Gentium, как ее звучит официальное название, присутствовал один момент, где говорилось о взаимоотношении Церкви Христовой и Католической Церкви, где говорилось, что Церковь Христова присутствует в Католической Церкви, то есть уже был использован термин «не есть», а немного более слабый прибывает в, то есть «substited in», если мы помним. Тут многие богословы уже в постсоборную эпоху начали продвигать такое утверждение, что если Церковь Христова «substited», то есть прибывает в Католической Церкви, то таким же самым образом она прибывает и в других церквях. И в этом документе вносится разъяснение, что это противоречит первоначальной задумке Собора. В этом документе говорится, что католики призваны помнить о том, что существует историческая непрерывность между Церковью Христовой и Церковью Католической. И эта Церковь Католическая и есть единственная Церковь Христова, которую Спаситель нашего по воскресенью своем поручил посте Петру, и ему же, как и другим апостолам, верил ее распространение и управление, и навсегда воздвиги ее, как столб и утверждение истины. И вот эта Церковь Христова «substited in» или «прибывает в» католической Церкви. То есть выражение «substited in» или «прибывает в» использовано Собором для того, чтобы увязать два богословских утверждения. Первое – то, что Церковь Христова, несмотря на разделение, которое существует между христианами, прибывает в полноте лишь в католической Церкви. Второе – то, что вне ее ограды также можно встретить множество крупиц святости и истины, то есть в церквях и церковных общинах, которые не состоят в совершенном общении с католической Церковью, но что сила их исходит от той полноты и благодати истины, которой вверена католической Церкви. После выхода этого документа, на самом деле, началась достаточно большая дискуссия, в которой брали участие как представители других конфессий, так и сами представители католической Церкви, критикуют документ прежде всего за его тон. Во-вторых, уже немножко призабылись эти оригинальные значения многих моментов Второго Ватиканского Собора, и на самом деле этот документ не вносит ничего нового, он только напоминает об их оригинальном значении, то, что уже немножко утратилось в постсоборную эпоху. В том же году от той же самой конгрегации вероучения вышел еще один документ, нота о выражении Церкви Сестры. Во время, после Второго Ватиканского Собора, когда начался, углубился и диалог любви между католической Церковью и православными церквями, когда начался диалог истины между ними, выражение Церкви Сестры стало уже общим местом и было использовано во многих документах, во многих обращениях, в работах многих богословов. Но Конгрегация Доктрины Веры хотела напомнить о правильном использовании этого термина. И в этом документе, в этой ноте, которая изначально задумывалась как внутренний документ, но потом она была опубликована и стала достоянием широкой общественности, там говорится о том, что термин Церкви Сестры правомерно используют только по отношению к поместным церквям. Документ указывает на то, что среди современных богословов некоторых уже укоренилась традиция использования этого термина, относя его к православной Церкви, скажем, с одной стороны, к католической Церкви, с другой стороны, что заставляет думать людей, как будто бы Единой Христовой Церкви не существует и которая может быть восстановлена только через восстановление единства между этими двумя церквями-сестрами. В то же время существует также традиция относить понятие Церкви Сестры также к ангельской Церкви, что документ считает неправомерным. В каком же смысле, с точки зрения документа, должен быть использован этот термин? Я зацитирую. В собственном смысле слово можно говорить о церквях-сестрах в отношении поместных католических и не-католических церквей. Таким образом, поместная Римская Церковь может также называться сестрой всех остальных поместных церквей. Нельзя правильным образом заявлять, что католическая Церковь является сестрой какой-либо Поместной Церкви или Губль Церквей. Это не просто терминологический вопрос, а прежде всего вопрос соблюдения основной истины католической веры. О единственности Церкви Иисуса Христа. действительно есть одна только церковь, и поэтому множественный термин церкви может относиться только к поместным церквям. То есть вкратце это означает, что римско-католическая церковь является поместной церковью, которая может быть сестрой иным поместным церквям, а католическая церковь в своей целости является матерью всех церквей, и в ней пребывает или находится церковь Христова, как и сказано в документах Второго Турканского собора, и сделан акцент в этом документе «Доминус Иезус». Мы уже затрагивали вопрос об отношениях между католической церковью и Всемирным Советом Церквей, но сейчас бы хотели немножко углубиться в этот вопрос. На самом деле до наших дней католическая церковь не является полноправным членом, участником Всемирного Совета Церквей. Наверное, ее позиция в этом вопросе как раз определяется всем тем, что было сказано выше, ее видение, самое себя в экумическом процессе и видение себя как церкви. Но на самом деле между католической церковью и Всемирным Советом Церквей является тут достаточно большой спектр вопросов, по которым они сотрудничают, и достаточно большой спектр взаимоотношений между ними. В 1965 году была создана совместная рабочая группа, по-английски звучит как Joint Working Group, которая совместно спастируется и со стороны Ватикана, и со стороны Всемирного Совета Церквей, которые помогают координировать контакты между Всемирным Советом Церквей и разными декастериями Ватикана. Как мы уже вспоминали, несмотря на то, что католическая церковь не является полноправным членом Всемирного Совета Церквей, тем не менее Рим-католическая церковь является полноправным участником комиссии вера и правопорядок. Кроме того, Рим-католическая церковь является полноправным членом комиссии Всемирной миссии по евангелизации. Кроме того, на всех встречах, важных на генеральных ассаблеях, на заседании Центрального комитета или Исполнительного комитета всегда присутствуют представители католической церкви. Еще одним совместным проектом Римко-Католической Церкви и Всемирной Святой Церкви является неделя молитв за единство между христианами, которая традиционно имеет место между 18 и 25 января каждого года. Всемирный Совет Церкви, с одной стороны, и Папский Совет по содействию единства между христианами, с другой стороны, совместно работают над тематикой для каждой недели молитв за единство между христианами, так и над самими текстами молитв.